В жаркие выходные, когда большинство северодвинцев отдыхало на берегу Белого моря, в усиленном режиме работали сотрудники госинспекции по маломерным судам. Проверяли наличие спасательных жилетов и документов на водный транспорт. Об итогах рейда в нашем первом видеоматериале. Жилет забыли в машине. Ну что ж, давайте будем возвращаться. Пойдем в машину, возьмем жилет и принесем личные документы. За отсутствие спасательного жилета сотрудники ГИМС отправляют рыбачить на берег. Еще и штраф выписывают 300 рублей. Именно из-за пренебрежения правилами безопасности на воде люди гибнут и получают травмы. Если раньше многие ездили без документов и даже в нетрезвом виде, то сейчас распространенное нарушение – отсутствие жилета. В среднем за сезон инспекторы составляют до 50 протоколов. И такие профилактические меры заставляют рыбаков серьезнее относиться к безопасности. Самое главное – жилет. Сейчас все убрано. Самое главное – ведро с песком. А ведро с песком зачем? Пожар тушить. На воде? Да. Черпак, аптечка. Но аптечка – самый необходимый в своей медикаменте. Кроме того, лодка должна быть укомплектована по требованию, обозначенному в судовом билете. А у судоводителя всегда с собой удостоверение на право управления. До 20 июля продолжится месячник безопасности на воде. Однако сотрудники государственной инспекции по маломерным судам будут патрулировать акваторию Северодвинска каждые выходные вплоть до осени. На контроле и купающиеся горожане. Также будем продолжать работу, будем продолжать патрулировать, будем работать с отдыхающими, будем напоминать им правила поведения на воде, о том, чтобы они не забывали о своих детях, не оставляли их без присмотра, купались вместе с детьми, не распивали спиртные напитки, не оставляли за собой мусор. Судоводители должны помнить, движение на маломерных судах запрещено в зонах отдыха и вблизи пляжей. В районе массового отдыха людей у воды запрещено подходить к берегу на лодке ближе 500 метров. В этот раз штраф выписан лишь одному судоводителю. Еще пять получили устное предупреждение.